Всем снова привет, девочки! Сегодня я продолжу мой марафон болтательных видео, не буду ничего делать, у меня макияжа не причесок, а хочу вам сегодня рассказать о своих любимых продуктах компании Inglot или Inglot. Честно говоря, не знаю, как правильно вы мне напишите, если вы знаете. Вот, я обычно говорю то Inglot, то Inglot, но будем называть Inglot. Все бьюти-блогеры почему-то говорят Inglot, значит, наверное, так правильнее. Итак, как вы знаете, у меня сложилась с этой компанией душевная любовь, потому что это одна из немногих профессиональных марок, в которой я действительно нашла очень яркие, насыщенные цвета, которые шикарно подходят как для дневных свадебных макияжей, так и для каких-то вечерних, как для собственного пользования, так и для профессионального, потому что марка изначально профессиональная. И цена у этой марки чуть выше, чем средняя, но не больше, чем у других профессиональных марок, то есть таких как MAC, Atelier и так далее. Тем более, другие профессиональные марки мне нравятся меньше, так как у них есть меньшее количество, по моему мнению, универсальных каких-то средств, либо каких-то суперкрасивых цветов и оттенков. Как-то вот с инглот, у меня с инглот-синглот сразу вложилась любовь, поэтому я почти во всех своих видео использую эту косметику, горячую ее люблю и каждый раз покупаю там что-то новое и новое, остановиться никак не могу. Итак, буду рассказывать, наверное, о более-менее универсальных и необходимых продуктах, которые может каждый из вас использовать в своем ежедневном макияже и совершенно не бояться этого делать, делать с полной уверенностью, уверенной быть как в цвете, так и в качестве и во всех других параметрах, по которым можно судить эту арку. Начну с, наверное, такой универсальной и удобной вещи, как пудра. У меня любимая пудра в компании инглот, которая, по моему мнению, отличается от других пудр других компаний, это пудра номер 24 компактная. Вот так она выглядит. Она четырехцветная. При совместном использовании, то есть если вы берете кисть и все вместе делаете, она получается очень-очень светлая и она шикарно подходит для сухого контурирования. То есть если вы обозначили зону под глазами, подбородок, носик, корректором, консилером, то сверху можете пройтись этой пудрой и у вас будет суперэффект. То есть даже если вы просто нанесли тональный крем, делаете сухое контурирование, бронзер и вот эту пудру, и получится супер-суперэффект. То есть в принципе это контурирование можно использовать как днем, так и вечером. Еще раз покажу. Несколько оттеночков она в себе сочетает. Если вы хотите сделать супер-супер светлое, да, то есть суперконтурирование, вы можете взять и смешать розовый с зеленым. Это получится самый светлый оттенок. Все вместе, если просто светлый, даже сделаю вам сейчас сводч. Ну вот, как понимаете, очень-очень светлый оттенок дает такой светлее, чем сейчас моя кожа, но у меня кожа после отпуска, поэтому она сгорела. Но как раз-таки для контурирования, для сухого контурирования идеальный вариант я не нашла, потому что все остальное это какие-то сероватые оттенки. Есть также у них набор скульпторов, если вы знаете, для контурирования. Там есть ярко-желтый оттенок и оттенок с розовизной. Честно говоря, я не представляю, как эти оттенки можно использовать в контурировании, получается очень неестественно. И что-то они, в общем-то, прогадали с этим набором. Там будет только один нормальный скульптор, по нему скажу позже. Вот еще раз показываю эту боду, называю номер 24. Итак, следующая горячо любимая вещь, которая принадлежит только компании Inglot, это вот такой потрясающе красивый неоновый блеск для губ. Он просто супер переливается разными цветами. И на каждой помаде и на каждом оттенке губ смотрится по-разному. На более светлых оттенках он ложится теплым таким блеском. На более темных, на сливовых, на каких-то красных оттенках он дает немножко золоты, немножко даже и золоты, и немножко зеленовизны, зеленым такой немножечко отдает. Я не знаю, как это объяснить, но это супер-купер блеск, и он реально смотрится шикарно. Он смотрится так, как очень хороший, диоровский, супер-красивый оттенок. И он подстраивается под каждый оттенок помады. Вам не нужно покупать 10 тысяч блесков. Он без блесток, что очень радует. Сейчас вам сделаю сводч. Видите, как интересно, он на черном смотрится красным. Ну, супер-удивительный блеск, для меня он потрясающий. Вот, я делаю сводч. Я надеюсь, что вам видно. Очень красиво. Я не знаю, мне так нравится, что мне даже слова меня писать. Единственный минус этой баночки, что она немножко протекает. Вот здесь по краям, но я уже научилась, я очень-очень сильно закрываю и пытаюсь ее все время держать в своем чемоданчике в стоящем состоянии, тогда не протекает. Но мне на этот минус по боку, потому что мне очень-очень нравится блеск. Я от этого отказываться пользоваться и не собираюсь. Очень красивый блеск. Номер 546. Так он выглядит. Так, следующее, следующее средство тоже супер-универсальное, которое, по моему мнению, должно быть просто вот... Оно универсальное, но помогает вам сэкономить. Это средство называется Dior Align. Вот так оно выглядит, с такой прекрасной кнопочкой и пипеточкой. Вы выдавливаете на руку там или на палеточку нужную вам капельку. Одной капли хватает для разведения абсолютно любых теней и для разведения любого пигмента. Объясню, в чем состоит логика. Любой пигмент, то есть вы можете приобретать пигмент абсолютно в разных марках. Just Inglot, MAC, какие-то другие компании. У меня есть, допустим, пупоросыпчатые тени. Тоже потрясающе. Берете, капаете капельку на какую-то палетку, либо на руку, куда хотите, и берете любое количество средства, которое вам нужно, пигмента, либо можно даже сухих теней немножко скрипти, чтобы их было побольше. Разводите, и это получается либо офигительная, офигительная, суперстойкая подводка из любого пигмента, либо это получается очень-очень стойкие тени для век, которые вы пальчиком убиваете, суперблестящие, глянцевые, стойкие тени для век, которые просто меня поражают, и это средство творит чудеса. Вы можете добавлять его абсолютно в любые тени, как я уже говорю, любой пигмент любой марки. Можно, наверное, даже взять какую-то говняную марку в стиле Maybelline и сделать из него суперкрутые тени, если использовать вот этот вот Duraline и получить там либо подводку, либо очень-очень красивые глянцевые тени. Вот я люблю очень сильно использовать эту подводку со следующими средствами, про которые я буду дальше вам рассказывать. Я люблю использовать Inglot 2 оттенка 70 и 71, это они даже друг за другом, оказывается, идут. Ярко-голубой и бирюзовый, это супероттенки для подводки, то есть Duraline же можно использовать правильно, как я уже говорила, как тени для разведения теней, чтобы сделать тени более густыми, более блестящими, можно использовать для разведения теней, чтобы сделать подводку. Вот эти пигменты я люблю как подводку, так и тени, вот этот матовый ярко-голубой, он просто ярко-ярко-матовый. Пытаюсь вам показать, чтобы было видно, вы понимали, да, он ярко-ярко-голубой, вот, потрясающе красивый, он вот очень красиво смотрится подводки, а вот этот вот оттенок бирюзовый номер 71, он очень красиво смотрится как в тенях, так и в подводке, в подводке тоже супер замечательно, очень люблю эти два оттенка, очень красиво смотрится даже в переходящей подводке, то есть в такой, который там 2-3 цвета, и как это называется даже, подводка амбре, да, как-то вот так, и супер будут смотреться эти два оттенка как вместе, так и по отдельности. Всем супер советую, прям слов у меня других нет, только супер-супер советую-советую. Вот. Пигменты тоже мои очень-очень глубоко любимые, у меня много разных цветов в Англоте, потому что не выпускает ни одна другая компания, ни Мак, ни, не знаю, ни Джаст, ни другие производители марок, во всяком случае, доступные в России, допустим, Urban Decay и Lorac Pro. Я не знаю по поводу пигментов, знаю по поводу теней, естественно, они в этом плане почти лидеры, а по поводу пигментов не знаю, есть ли у них такие яркие пигменты, вот к чему я все это говорю, к тому, что в Англоте самые лучшие пигменты, самые яркие, самые стойкие, самые красивые оттенки, как перламутровые, так и матовые, абсолютно на любой вкус можно создать супер-красивый смоки-айз, супер-красивый любой вечерний макияж, даже дневной, свадебный, все, что хотите, пигменты супер, плюс ко всему они универсальны, если у вас есть Диуралайн, который стоит всего 450 рублей, вы можете купить там 3-4 пигмента и пользоваться ими как тенями, так и подводкой, и вот так вот супер-пупер получится у вас любой макияж. Итак, это получается третий продукт, четвертый продукт, про который я хочу вам рассказать, это скульптор для лица, как раз-таки вот из-за этого нового набора для скульптурирования, под номером 502, вот такой супер-красивый, все супер-супер, у меня прям слов других нет, очень красивый оттеночек, номер 502, повторюсь, он не с роженой, не с красновинкой, не с розовинкой, и что-то такое среднее, абсолютно мне непонятное, но очень красивое, очень красивый оттенок для скульптурирования, он у меня сейчас нанесен как скульптор, но у меня еще немного пудры, поэтому немножечко дает такой более теплый оттенок, так он имеет что-то среднее между теплым и холодным, покажу вам на пальчики, очень красивый скульптор, стоит 600 рублей один рефил, при покупке 4-5, по-моему, всех этих скульпторов будет стоить 2-300, но вы знаете, мне вот одного рефила вполне достаточно, потому что остальные оттенки мне там не нравятся, один рефил прекрасно справляется, я заикаюсь уже, прекрасно справляется со своей задачей контурирования, супер ложится, очень стойкий и очень красивый оттенок, который подходит всем цветозипам. Итак, и, наверное, последнее, что бы я хотела почихнуть в компании Inglot, и про что я уже очень много раз говорила, это цветные тени, которые есть в этой компании, они меня просто поражают, вообще все тени, я какая-то горячая поклонница, наверное, этой марки, у меня вот есть такая огромная палетка, у меня есть много палеток, это в том числе у меня одна из главных, вот такая вот огромная палетка, тут и консилер есть, но я, честно говоря, их все переставляю, потому что у меня есть 10 цветов, есть 5, есть 3 палетки, и везде они полные, когда мне нужно с собой, там, я знаю, что мне нужно будет делать очень много образов, я беру десятку, если я беру с собой для себя лично косметичку, я беру тройку, я от десятки переставляю, то есть, да, какие мне нужны, такие беру. Здесь я что-то переставила, поэтому общую картину покажу, у компании Inglot очень хорошие, стойкие, пигментированные, абсолютно разнообразные в своих оттенках тени для век, потрясающе, я не знаю, мне не так нравится компания MAC по производству, в своем производстве теней, как мне нравится компания Inglot, хотя MAC намного более разрекламированный, намного более распространенный, очень нравятся матовые, яркие оттенки, допустим, вот этот вот, такой вот, я даже не знаю, цвет морской волны, далее такой мятно-зеленый оттенок, очень красивый перламутровый нежно-зеленый, сейчас вам покажу сводчи, потрясающие цвета, ими можно сделать подводку, с помощью Duraline ставлю на это тоже небольшой акцент, очень красивые оттенки для каких-то свадебных макияжей, красивые перламутровые цвета, теплые, холодные, вот сделаю вам сводч, такой вот очень красивый металлический серебряный, и тоже металлический, но более теплый, вот они отличаются, я тут в таких пальцах, что мне вам одновременно не показать сделал, в общем, они разные, но они очень красивые, вот они вот здесь, вот здесь, вот здесь, да, видите, также есть другие перламутровые оттенки, но супер-супер большое разнообразие для абсолютно любого цвета типа, я думаю, что вас тоже порадует, обязательно сходите посмотрите, да, они, конечно, не бюджетные, то есть такая большая палетка вообще стоит 6 тысяч рублей, поменьше, ну, в принципе, если вам нужно прямо на 10 тысяч лет и только для себя, вы можете купить 10 цветов, они стоят в районе 3 тысяч рублей, и вам этого хватит на очень-очень долго, при том, что вы можете туда поставить и консилер, и помаду, вы можете создать для себя универсальную палетку, сами все выберете, сами подберете, и очень долго будете пользоваться, нам можно яркие засадить оттенки, и какие-то для ежедневного макияжа, для свадебного макияжа, и я думаю, что вам надолго действительно хватит, потому что рефил большой, очень экономичный. Это, наверное, в принципе, все, что я хотела вам сегодня рассказать про компанию Inglot и про свою к ней любовь, обязательно ставьте мне пальцы вверх, пишите мне разные вопросы, предлагайте новые темы для видео под этим видео, обязательно добавляйте ко мне в друзья вконтакте, в группу вконтакте, и подписывайтесь на меня в инстаграме. Всех люблю, целую, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok